Нет, все-таки в СССР колбаса была вкуснее. Из настоящего мяса. Не то, что сейчас. Или нет? 27 лет назад распался Советский Союз. Огромной страны не стало, и вместе с ней не стало иллюзий, которыми пичкали советских людей. Но принимать новую реальность согласились не все. До сих пор, спустя четверть века, можно услышать дифирамбы в адрес Союза. Эх, вот тогда колбаса была настоящая. Образование было лучшее в мире и бесплатное. А как жилось в СССР на самом деле? Давайте разбираться. С 1940 по 1956 год платными были даже старшие классы средней школы. Затем плату упразднили, и образование действительно стало бесплатным. Самым лучшим, правда, назвать его было сложно. В учебной программе слишком много времени уделяли идеологии, а студентов и преподавателей могли выгнать из учебных сведений по политическим причинам, а ученых лишить научной степени. История в школе во многом была частью пропаганды. На уроках и лекциях рассказывали о величии Ленина и Сталина, о скорой победе коммунизма и загнивании капиталистов. Литературу преподавали тоже только идеологически верную. А сотни известных авторов оказались под запретом. Гумилев, Ахматова, Пастернак и другие. Даже гордость советской музыки Высоцкий подвергался гонениям. С бесплатным жильем все было еще интереснее. Во-первых, нужно понимать, что оно не было бесплатным. Как и учеба, и медицина. За все это советские граждане платили многочисленные налоги, которые были от них скрыты. Во-вторых, эти квартиры советским гражданам не отдавали. Государство просто пускало туда людей пожить. Жилье не переходило по наследству, его нельзя было сдавать в аренду или продавать. То есть бесплатную квартиру не дарили, а просто давали попользоваться. В-третьих, даже чтобы получить такую вот квартиру в пользование, советский человек должен был годами стоять за ней в очереди. А пока он в этой очереди стоял, его селили в коммуналку, где целая семья чаще всего жила в одной комнате. И делила квартиру с еще несколькими семьями, используя один санузел, одну ванную и кухню на всех. Коммуналки предполагались как временное явление. До тех пор, пока всех не расселят по отдельным квартирам. На самом деле от них не смогли до конца избавиться до сих пор. И сотни тысяч россиян на собственной шкуре испытывают наследие советской эпохи. А во времена СССР миллионы людей ютились в маленьких комнатах, заставленных мебелью, книгами и ненужными вещами. Иногда, чтобы заполучить комнату соседа, на него писали донос. За соседом приходили люди в форме и отправляли в исправительный лагерь. А бдительному товарищу отдавали комнату преступника. В исправительном лагере, вопреки названию, человека не собирались исправлять. Там его использовали как бесплатную рабочую силу, многих морили голодом, пытали, избивали и даже убивали. Настоящие уголовники, воры и убийцы при этом часто были на подхвате у администрации лагеря, помогая унижать политических. Репрессии не щадили и очень талантливых людей. Если им везло, их не расстреливали и не отправляли в лагеря, где они занимались неквалифицированным трудом, то их отправляли в шарашки. После ареста и пыток в такой шарашке 6 лет провел великий советский инженер Сергей Павлович Королев. Там он продолжал работать до тех пор, пока в 1944 году его не выпустили. А спустя 17 лет СССР запустил в космос первого человека на ракете, которую спроектировал Сергей Павлович. И его успех — достижение исключительно его самого, а никак не советской власти, которая его посадила. В ГУЛАГе зэки добывали сырье, которое Союз продавал за рубеж. А на вырученные деньги также покупал технологии, на основе которых строились заводы и фабрики. Советские автомобили были подчистую срисованы с западных. Разработчики советской техники явно вдохновлялись японской. Было ли в СССР плохо все? Нет, разумеется. Страна выиграла войну, появились ракеты, корабли, самолеты. Но на примере того же Королева видно, что это сделали не советы, а смелые и умные советские люди, которые жили и творили, несмотря ни на что. Ну а если вспомнить о колбасе из начала ролика, то она в СССР вряд ли была вкуснее современной. Ее было мало и ели ее нечасто. Поэтому она и казалась такой особенной. В магазинах редко можно было вообще застать что-то, кроме консервов и продуктов первой необходимости. А за остальным нужно было отстоять многочасовую очередь. Когда советский человек пробовал колбасу, за которой он стоял пару часов, она, конечно, казалась ему самой вкусной на свете. А Волга, в очереди за которой приходилось ждать несколько лет, была для него самой быстрой и комфортной. Но делало ли это СССР стороной мечты? Решайте сами. Но, на мой взгляд, конечно, нет. СССР стороной мечты СССР стороной мечты